Все, пошла. И дальше камера пошла. Оп, сейчас мы пожалеем. Ну что ж, ты включил замеси? Да. Смотри, видишь тень наша на облаке? Прямо по курсу. Сейчас мы ее дойдем. Вот она. Селюсь. Прицел! Прикрой атакую! Та-та-та-та-та! Ю-ху! Ой, вон он. Вперед улетела. Ой, как же хорошо. А, кстати, сейчас по целому краю облака пройдем. Ну-ка, приготовились. 150 скорость. Вот загорелась слева, тень. У-ху! Обожаю, какие полеты. Так, аэродром, запасной аспар-мон под нами. Да. Это потрясающе. Это вообще супер. Смотри, снег идет справа. Где? Смотри, вот, 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 вот. Снег, 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 снег. У-у-у-у! Он так быстро идет. Он не идет, он летит. Ну, потому что его он прям из воздуха выпадает. Друзья, ну, что я могу вам сказать? Полный... Да так уж тихо, тихо. Это же 360 камера. Полная боевой Ай-гегей. Ха-ха-ха. Как мы любим! У-у-у! У-у-у! Да! Даже я доволен. У меня удивит, чем... Да, вот сейчас норку такую вот. Раз, и вокруг снег падает. Теперь так. Раз! У-у-у! Разворотом, что фотографии пикнестреля были красивые. У-у-у! Ой, как красиво! У-у-у! И еще раз. У-у-у! У-у-у! Боже, какая земля красивая! У-у-у! Ну, перегрузки небольшие. Но все-таки аккуратненько. Обледенения нет. Все хорошо. Я не знаю, тут смотреть или... А я смотрю, нет обледенения. Самое главное, когда летаешь в таких облаках, основная проблема, это то, что может возникнуть обледенение. Здесь... Ну, сейчас минус, потому что видно снежинки летает. Ну, а очень часто вот такие облака получают... Что-то вроде... Был у нас... Застрялось вилку, вареный тракт. Видишь, вот видно, даже снег вот тут нападает. Да, да, да. Если определенный угол солнца поймать, то можно радугу снять снежную. Да, мадная. Такого я еще не видела. Есть, а там получается как снег тает внизу и создает радуга. У меня есть видео, где такие вот радуги прекрасно летают. Ну, что ж... Что бы такого еще сделать веселого? Друзья, мы летаем, у нас скороподъемность бывает иногда плюсовая, иногда минусовая. Я не особо парюсь с набором высоты, потому что мы получаем несказанное удовольствие от процесса. Это правда. Все это происходит над запасным аэродромом Аспербон. Здесь, в принципе, точка, где стоит волна. Но, собственно, мы сейчас... Скороподъемность вот сейчас 0,3 метра в секунду. То есть, если я захочу набрать высоту, и что я должен сделать? Я должен вот так вот уменьшить скорость до 80, и дальше медленно и нудно набирать высоту. Что, скорее всего, мы сейчас начнем делать, потому что у нас же еще немножко должно быть лечебного процесса. Не одно сплошное АГГИ. Хотя тебе, наверное, АГГ больше нравится. Мне и другие нравится. Ну, ладно, мы можем потом в динамик пойдем, полетаем. Один день у нас вот такого мистраля, завтра штиль. Такого счастья не будет. Вот, кстати, давайте уж на то пошло. Посмотрим, как Тепестей ведет себя на срыве. Ты сколько весишь? Раз, 65. Нормально, хорошо. Видишь, как он хорошо работает. Вообще, такой вопрос мне надо было задать до начала процесса. Но я знаю, я уже задавал, когда я на камеру задал. Крайне важно при тренировке на сваливание делать взвешивание. Потому что, если центровка будет неправильно, планер может не в штопор, не свалиться. Ну, видите, кстати, валится именно на вращение сразу. То есть нос не опускает. Это значит, центровочка все-таки, ну, такая, ближе к задней. Ну, потому что пилотеза у меня легкая. Да и я похудел до 89 килограмм, друзья. Представите, какой ужас. Это хорошо. Воспаление легких, как способствует похуданию. О, Боже. Да. Ну, ладно. Крутить сам штопор не будем. Я просто предположил, что он прекрасно валит, где выходит. Вот скорость 3, если как выглядит, выше не хочу. Нет взбывания на 200. Скорость падает, падает, падает. Я проворачиваю планер. Скорость 120. И теперь на пикирование переходим. Это так называемая бабочка. И опять раз вверх. Тогда сбросается облако. Ура! Так. Ну, неу весомость. Где, кстати, наша шляпа? Да, где-то увесела. Да, мы весомость поснимали. А сейчас же для этого видео. Давай панамку мою. Давай, давай. Ить, ить. Ю-у-у! Ю-у-у! Ну, получилось. Сейчас, подожди. Сейчас, друзья. Посмотрим, как панамка у меня летает. Вот скорость 200. Что мы делаем? Ручку на себя. А теперь ручку от себя, чтобы заставить по такой параболе лететь. Ю-у-у! Ай-у, панамка. А ну, летай. У нас пролетело совсем другое. Термос, термос полетел. Держи, держи. Я же должен показать, как я чай пью. Ой! Ладно, пусть валяется. Она продолжает летать. Чуть убрал. О, вот снег. Хотел как раз показать. Так, друзья. Ну, и, собственно, что можно делать на планере еще? Кроме как летать. Летать, как говорится, каждый дурак сможет. Ой, возможно, там будет сейчас пена. Почему? Не будет? Другой стороны, другой стороны, ладно. Немножко впротек. Вот, кто планер управляет? Никто. Я демонстрирую... Отставь. Не нужно. Я сейчас показываю, как можно только педалями одними рулить. Вау! Я вам недавно видео показывал, как можно рулить только педалями. Ну, вот, собственно, демонстрация того. Сейчас планер теряет скорость и сам опустит нос. Стопор не свалится. Это все-таки пепестрель, штука хорошая. Вот так. Прекрасный планер. Как вам чай? Отличный. Видишь, немножко плавает по тангажу. Можно его, например, попробовать успокоить. Если его успокоить, он займет какую-то стабильную скорость, перестанет плавать, тогда он будет ровненько летать. Ну, вот, например, так. Ну, все. А если какие-то там порывы ветра другие? А? А если порывы ветра? Ну, сейчас будут. И он сам все поднимет? Сейчас мы опускаемся в ротор, сейчас как раз будут порывы ветра. Но, если ледакный аппарат устойчив, есть такая функция устойчивость, вот если он устойчив, то он противопостоит всяким изменениям по скорости, да, и возвращается к некому за одном положении. Вот, я ему задал 90 км в час. Не знаю, почему 90. Надо 3 метра переставить, чтобы летел быстрее. Ну, это чтоб чай попить. Вот, и сейчас я могу, конечно, чаем обвариться. Почему, друзья, могло обвариться? Потому что, посмотрите, вот с той горы, вот вы видите на экране, 47 км в час дует. Дует сильный ветер. Даже я сейчас перестаю уже летать без ручки, разворачиваю нас от склона немножко, и мы сейчас полетим ближе к нашей горе Рамбур, перейдем немножко на другой тип пилотирования. То есть мы свалились с волны уже, и сейчас переходим в динамики. И вы видите, как при проходе слоя определенного воздуха мы начали активно потеть. Это не потому, что мы нарушали режим вчера. Это чай. Нет, ну, только это чай. Некоторые подумают, скажут, тут глушили коньяк всю ночь. Это не так. Мы режим спортивно соблюдаем. В меру. Так, ну что ж. Все просто прекрасно. Сейчас мы вернемся к нашей горе Рамбур, проходим там по склону, тоже поснимаем на хвостовую камеру. Ну и все, что. Сейчас можем 360. Что там? У нас же зонтик камера. Зонтик камера. Зонтик камера. Зонтик покорать будем. Зонтик должен был наснимать. Четыре кадра. Ты довольна? Закончу видео на этом. Пока я волк. Не, 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 я не выключаю. Или уже выключила? Нет еще. Ты скажи, как тебе понравилось. У меня нет слов, я счастлива. Ты можешь вот так вот сейчас. Что-то тогда будет лучше тебя снимать. Вот так держи? Я на небеса просто от счастья. Задаю стандартный вопрос. Ну как? На небесах. На седьмом небе. Просто спать не буду. Опять. Вот. Летай по сне. Летай по сне. Каждую ночь. Каждую ночь засыпает. И каждую ночь летай по сне. Думаю, что засыпаю. Да, летай по сне. До новых встреч, мы, уважаемые любители летных и госпорта. До новых мизитных роликов. Эгегей!